Приветствую вас, дорогие мои бизнес-партнеры и подписчики моего YouTube канала. Сегодня я хочу провести для вас тренинг, в котором поделюсь теми моими навыками, приобретенными в процессе построения успешного бизнеса, который я сама применяла и который мне очень помогает. Я надеюсь, что они вам тоже очень помогут в развитии вашего бизнеса, поэтому мой тренинг так и называется «Семь навыков для вашего успешного бизнеса». Вы знаете, каждый человек нарабатывает свои какие-то навыки, способности, ресурсы, которые ему могут помочь развить бизнес. У каждого свои секреты. Я выделила у меня именно этих семь навыков, которые больше всего мне помогали, которые я приобрела еще в других моих бизнесах до клуба «Инкрузес». И уже применяла и шла вперед, и это мне очень помогало. Но также я, конечно, интуитивно здесь чувствовала, что мне еще нужно и продолжала выискивать или практиковать, или обучаться, или сам обучаться и делать дальше следующие шаги и нарабатывать новые навыки. И в результате, получив очень потрясающие успехи в моем бизнесе, в нашем общем бизнесе, я поняла, что это самое главное. Мои навыки — это мое богатство, которые у меня никто не отберет и которые всегда мне принесут новые деньги. Даже если что-нибудь случится в одном из моих бизнесов, которые я веду, я всегда знаю, что я смогу начать другой бизнес, потому что эти навыки применимы абсолютно для любого бизнеса. Самое важное для старта — это, конечно же, ваша внутренняя мотивация, ваш внутренний стержень и ваше жгучее желание достичь своих миллионов, своего богатства. И в первую очередь вы должны работать с вашим сознанием, с вашим мышлением, с вашим подсознанием. Что вы должны делать? Это думать как богатые люди. Те богатые люди, которые сделали свои богатства и свои миллионы долларов с нуля. Начал с небольшого или совсем без стартового капитала, но имея в руках прекрасный готовый бизнес, как наш Инкрузис. Если вы не готовы посвятить время своему бизнесу, то вы не добьетесь результата. Время — это самое важное и в бизнесе, и в нашей жизни. Вы знаете, какой главный секрет богатых людей? Это то, что они покупают время у бедных, а бедные продают свое время богатым. Время — это единственное в нашей жизни, что мы не можем изменить или купить. Ни за какие деньги. Все, что мы можем успеть, это нужно делать быстрее. Минимизировать свои усилия, чтобы получить максимальный результат. Такие возможности дает сетевая компания. Важный, на мой взгляд, навык, когда вы начинаете только ваш бизнес, — это подход. Масштабируйте свой бизнес. Ваша задача — его масштабировать, его увеличить в масштабах. Именно так. Когда я нашла бизнес Инкрузис, я сразу думала о больших своих целях. Конечно, как заработать миллион долларов в этом бизнесе. Конечно, как увидеть весь мир, путешествуя в самых лучших круизах. Но, конечно, это все не начиналось с первого дня. И я это прекрасно понимала. Для того, чтобы мне добиться этого окончательного большого результата, нужно начинать всегда с маленьких шажков. Я думала о том, что нужно сделать для того, чтобы подключить сюда, в этот бизнес, много людей, чтобы эти люди делали то же самое. И тогда при минимальной затрате моих усилий я буду получать максимальный результат. Это именно та формула успеха, которую можем мы иметь в MLM бизнесе, в сетевом, легче, чем в любом другом бизнесе. Итак, сначала мы масштабируем бизнес. Что для этого нужно сделать? Есть определенные шаги. Первое – это, конечно, приобрести знания. Знания в области этого бизнеса, знания в области этой индустрии. Вы должны полностью вникнуть в материал, полностью все изучить. Я, когда начинала этот бизнес, я изучила все от корки до корки, что было на сайте, от страницы до страницы, от буквы до буквы, все полностью документы и не только. Я пролистала массу другой информации в интернете, на различных ресурсах, сайтах. Я узнала все, что можно узнать о клубе InCruises, о его создателях, о круизных линиях, о круизных путешествиях, о круизной ассоциации КЛИА, о легальности компании. И, естественно, подробно изучила компенсационный план, и только потом я поняла, что действительно я могу это нести в массы. И, естественно, эти знания дали мне ту нужную уверенность, необходимую уверенность, которая нам помогает начинать этот бизнес и его масштабировать в массы. Следующая — это практика. Когда вы приобрели уже эти знания, вы обрели уверенность, вы должны это практиковать. Вы не должны просто читать, слушать и смотреть. Это все очень полезно и нужно делать, но вы должны сразу сами тоже, когда вы себя обучите и приобретете этот опыт у ваших спонсоров, вы должны практиковать. Желательно каждый день что-то делать. Что-то делать, что вы научились передавать эти знания другим или действия, которые вам помогут этот бизнес продвинуть. Третье — это дубликация. Как только вы приобрели знания, использовали их на практике и к вам пришли новые партнеры, у вас начинает строиться команда, вы должны передавать эти знания. Я это делала всегда и даже еще до того, как начинала свою команду. Первое, что я делала, это создавала мои видеопрезентации. Переводила материал, думала о том, как же подать материал тем людям, которых еще не было в компании. Я была первая и без спонсора, и все было на английском. Но тем не менее я взялась за этот материал, чтобы его обработать, перевести и поднести именно людям так, чтобы нашим русскоязычным, чтобы они сюда пришли. И также я думала о том, что они не смогут так легко. Может быть, это было мое ошибочное мнение, но тем не менее моя забота и отзывчивость о моей будущей команде помогла моим партнерам. Потому что я думала о том, что практически очень мало русских людей было в круизах. Затем, в то время, когда начинался наш круизный клуб, не все, я понимала, в наших странах смогут пойти по 100 долларов каждый месяц. Поэтому они будут бояться этого бизнеса. У нас еще не было людей в круизах от InCruises. Я должна показать им пример, должна их успокоить, чтобы они не боялись сюда приходить. Поэтому я делаю эти видео и даже не ставила свои контакты на мои видео, чтобы люди могли брать, чтобы наши партнеры могли брать и пересылать другим сразу эти презентации, готовые, чтобы легко подписывать людей. Это называется дубликация. Все, что вы можете сделать для вашей команды, делайте, научите их делать то же самое, передавать следующим. И тогда ваш бизнес будет очень быстро расти. Ну и, конечно, подвести черту в этом первом навыке – это глобализация. Вы не должны останавливаться, пока вы не найдете тех ключевых лидеров, которые будут масштабировать дальше ваш бизнес и его расширять в ширину и в глубину. Следующий очень важный навык – это уметь выступать публично. Это самый главный навык после того, как вы всему обучились и должны действовать дальше обязательно и постоянно. Вы должны стать мастером, спикером публичных презентаций. В нашем бизнесе Инкрузес это супер важно и это самое-самое главное, что помогает нам сюда приглашать новых людей и выходить на новые результаты и зарабатывать намного больше денег. И здесь в этом навыке я бы выделила такие три важных наработки, которые вы должны делать. Первый – это коммуникация. Сюда входит ваше общение с людьми. Как вы будете общаться? Вы должны делать звонки, естественно. Вы должны сделать свои списки контактов и звонить тем людям, потенциальным партнерам, будущим клиентам, которых вы сюда хотите пригласить. Сюда или в любой другой бизнес – неважно. Коммуникация – это самый важный рычаг в нашем бизнесе. Почему так важно выступать публично и желательно на больших сценах? Вы знаете, я часто задумывалась о том, почему наш президент Майкл Хатчисон имеет такой грандиозный успех. И почему он, когда ездит по нашим странам и городам различным, приезжает очень много партнеров, гостей, и все с большим восхищением, с открытыми глазами, ртом смотрят на него и буквально поедают все его слова и готовы на все. И почему это происходит, как вы думаете? Потому что он имеет с вами контакт, очень тесный контакт, и он вызывает у вас большое доверие. Вы знаете, я недавно прочитала такую интересную статистику, что когда мы звоним нашим потенциальным клиентам по телефону, допустим, рассказываем им о клубе «Крузы», скажем, то это имеет 5% конверсии, всего 5%. Когда мы делаем им презентации через конференц-комнаты онлайн, например, то это дает 35% конверсии. Но когда мы делаем им презентации, выступаем публично на больших сценах, это дает 55% конверсии, особенно когда мы с ними вступаем в очень тесный контакт. То есть разговариваем глаза в глаза, смотреть, слушать, видеть человека, когда он обнимает вас, когда, вот почему Майкл так и обнимает всех, потому что это его навык, это его рычаг, который он использует для того, чтобы вас к себе привлечь, привязать, расположить, чтобы вы поверили ему и той информации, которую он хочет вам донести. И вы это делаете абсолютно легко. Почему? Потому что вы его видите, слышите вблизи, и он сразу заряжает вас мощной энергетикой, энергией. Вы видите, такой же успех имеют и наши лидеры, которые тоже разъезжают и публично выступают уже на сценах. Я вижу их огромный рост за это время, как они начинали робко когда-то и как сейчас они выступают, с какой уверенностью на сцене и каким своей уверенностью они покоряют залы. И все слушают и хотят делать то же самое. И все сразу идут, приводят много людей или сами регистрируются. Почему? Потому что вызывается доверие, личный контакт. Используйте этот навык. Следующий навык — это будьте выносливым. Без этого навыка очень трудно строить любой бизнес. Вообще трудно быть в жизни. Я человек очень выносливый. Почему? Потому что прошла в жизни много испытаний, много барьеров, много трудностей. И боролась с ними, побеждала, шла вперед и закалялась. И, конечно, первое, что вы должны брать на себя — ответственность. То есть быть выносливым означает быть ответственным, быть трудолюбивым, иметь большую смелость, делать разные шаги вперед и проявлять терпимость. Когда я начинала свой бизнес без спонсора, без абсолютной информации на русском языке, одна в этом мире, который еще не знал русскоязычным Обин Крузес, но у меня было очень жгучее желание и понимание этого бизнеса, видение, я решилась и взяла на себя очень большую ответственность. Если бы я не взяла эту ответственность, сегодня, возможно, бы и не было такого результата у нас всех по всему миру Вин Крузес. Ответственность дает вам уверенность, дает вам силу, и вы уже не можете идти назад, вы не можете стоять на месте. Вы должны идти, вы взяли на себя, значит, вы должны нести в массы. И дальше уже ваши партнеры откликнутся и помогут вам нести дальше этот бизнес. Обязательно нужно проявлять трудолюбие. Здесь, в этом бизнесе, чтобы побеждать, нужно трудиться, постоянно трудиться и молиться, как говорит наша Юля Чистова. Я в этом ее поддерживаю. Конечно, нужна смелость. Вы должны быть смелыми, вы не должны бояться выступать, вы не должны бояться звонить другим людям, вы не должны бояться делать какие-то новые действия. Всему этому нужно проявлять в себе навыки смелости, быть смелым. И почему, так и говорят, смелым покоряются моря. Вот и мне покорилось море, и вам уже покорилось море, потому что мы с вами смелыми, и смелость нам помогает идти всегда вперед. Я даже была в кораблекрушении, и чуть не утонула когда-то на яхте в Италии, когда работала еще в Греции, но тем не менее преодолела этот барьер, выжила и поняла, что я еще должна что-то сделать в этом мире. И все-таки набралась смелости, выносливости, и снова начала новый бизнес, бизнес-винг-крузис. И терпимость – это тоже важная черта, которую вы должны в себе развивать, вы должны быть терпимыми. И к самой себе, когда вам тяжело, и к вашим партнерам, вашей команде, и даже к нашему президенту, потому что у всех разные характеры, у всех разные подходы к жизни, к бизнесу. И вы не можете быть диктатором, вы должны быть гибким. Это тоже очень важно. Знать, когда можно проявить настойчивость, а когда нужно немножечко переждать, взять паузу. Вы должны понимать разных людей. К нам приходят совершенно разные люди с разными характерами, с разными уровнями жизни, с разным образованием, с разным подходом ко всему. Поэтому вы должны научиться быть психологом, мастером отношений, человеческих отношений. Это тоже очень важно в правильном построении бизнеса. Следующий, четвертый, очень-очень тоже важный навык, который вы должны иметь или приобрести, это стать лидером. Но вы должны стать лидером, а не спасателем. Это тоже очень важно. Это значит иметь финансовую грамотность, организацию проявлять, мотивацию и собственный пример. Что должен уметь лидер в первую очередь? Конечно, эффективно общаться со своей командой. Наш бизнес – это командный спорт. Я бы сказала, здесь присутствует всегда командный дух. И вы выигрываете в том случае, если игру ведет правильно вся команда. Сами по себе вы результата не добьетесь. Вы должны уметь организовать команду, вы должны уметь мотивировать, вдохновлять и вести вперед вашу команду. Как стаю птиц. Вот так кто-то направляет и все остальные подхватывают и идут в одном направлении, в одном ключе. Тогда, конечно, все получается идеально. Вы как лидер должны быть финансово грамотны. Вы должны понимать язык денег. Что первое вы должны знать – это изучить наизусть наш компенсационный план. Понимать его для себя, уметь разъяснять всем партнерам, все бонусы грамотно. Вы должны уметь просчитать все доходы, расходы, уметь правильно инвестировать в ваш бизнес, если это потребуется. Как лидер, сильный лидер, вы никогда не должны ныть в команде и говорить, что у вас нет денег или что вы не можете оплатить ваше членство, потому что вы будете давать очень плохой пример вашей команде, вашим членам клуба, партнерам. И они, смотря на вас, тоже перестанут платить. Это все как цепная реакция. Особенно негатив очень легко распространяется и затем идет потухание мотивации общей. Поэтому вы должны, как лидер, всегда найти способ, чтобы получать эти деньги. Почему говорят, что деньги идут к деньгам? Не зря так говорят. Потому что чем больше у вас будет денег, тем больше возможностей у вас будут открываться. Например, банки не зря дают кредиты тем людям, у которых и так есть деньги на счетах. Они просто бегают за ними и предлагают, возьмите кредит. А тем людям, у которых нет денег, они никогда не предложат или предложат редко, пока те не докажут свою денежную способность. И самое главное, что вы должны понять в нашем инкрузис-бизнесе, что для нас самое ценное – это оплата нашего членства. Это потрясающая модель зарабатывания денег для нас на постоянной основе. Запомните себе это. Члены клуба – это наши самые драгоценные члены клуба, которые дают нам нашу финансовую свободу. Они финансируют ваш бизнес. И вы должны сделать все для того, чтобы показать членам клуба, почему им выгодно оплачивать это членство. Именно ваша задача как лидера – укрепить вашу финансовую прибыль и вашу свободу. И то же самое – показать вашим партнерам и научить их делать то же самое. Вы должны показать членам клуба выгоду, членство настолько, все преимущества членства настолько, чтобы они всегда хотели оплачивать свое членство и были счастливы от этого. И именно в этом сила вас как умного бизнес-партнера «Инкрузес» и как лидера. И, конечно, вы не должны быть спасателем. Что значит спасателем? То есть вы должны помогать вашим людям, конечно, своим примером, своими советами, всем, чем можете их научить. Но вы не должны быть им нянькой, делать за них работу. Вы должны воспитать у них чувства бизнесмена то же самое, чувства лидера. Они должны сами делать то, что делаете вы. А не платить за них, а не регистрировать им людей. И не знаю, что еще вы сами догадываетесь. Почему? Потому что если вы будете с ними нянчиться, они сами не окрепнут, они сами не научатся. Поэтому не будьте нянькой. И если вы станете нянькой, то ваша жизнь, собственно, превратится не в лидерство, а в жалкое существование вас, в конце концов. Вас просто замучат в какой-то день с разных сторон, и вы будете всем должны, и устанете от самих себя, и от своей команды, и от того, что делаете. Это неправильно. Мы должны научиться воспитывать в каждом из нас, из наших партнеров, такого же сильного лидера, как и вы. Это наша задача. Пятый очень важный навык, который я приобрела и поняла, что это просто необходимо иметь в нашем бизнесе, но к этому нужно прийти, это уметь делегировать. Делегировать, это означает управлять и организовывать свое время правильно, то есть для достижения максимальных результатов. Некоторые это называют тайм-менеджментом, но я бы назвала это приоритетным менеджментом или приоритет во времени. Почему? Потому что у всех нас есть только 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 в году. Да, конечно, мы счастливы тем, и избалованы тем, те люди, которые являются интернет-предпринимателем, мы избалованы тем, что мы можем работать и продвигать наш бизнес постоянно 24 часа в сутки, нон-стоп, без выходных, без отпусков, целый круглый год. Этого не могут себе позволить те люди, бизнесмены, которые имеют традиционный классический бизнес на земле. И у нас в этом огромное преимущество, конечно. В любое время, с любой стороны, любой часовой пояс, это просто действительно волшебно для нашего времени, эти возможности. мы как раз благодаря этому можем ускорить процесс зарабатывания нашего дохода и увеличить его намного-намного быстрее. Но, с другой стороны, мы на себя берем очень много, и так как у нас строятся большие команды, как пример мой, я просто уже ничего не успеваю. Поэтому мне нужно делегировать, распределять. И слава Богу, я очень счастлива, что у нас есть такие лидеры сильные в команде, которые на себя взяли такие обязанности и прекрасно с этим справляются. Нас, к сожалению, этому тайм-менеджменту не учили в школе, поэтому я все тоже приобретаю на своем опыте. И вот хочу вам, передаю вам и хочу сказать, что это очень-очень важно. И богатые люди понимают очень-очень четко ценность времени, как я вам говорила. И они именно избегают работу, где нужно много-много уделять времени, но получать маленькую зарплату. Это называется самоуправлением. Если вы это поймете, даже если вы сейчас работаете на каких-то работах, которые не можете оставить, потому что это ваш главный хлеб в жизни, но вам хватает только на хлеб с маслом, то я бы вам сказала, остановитесь, оставьте эту работу, как я, допустим, еще полгода здесь работала в другой компании, и поэтому поняла, что меня это тянет вниз, и я не смогу здесь развиваться на полную силу. А здесь я могу заработать намного легче, намного быстрее, намного больше денег. Поэтому делегирование обязательно. Распределяйте обязанности по вашей команде или давайте возможность проявить инициативу вашим лидерам, вашим партнерам. Им это тоже будет на пользу. Но, конечно же, для этого нужно подготовить команду, подготовить себя. Это делается не сразу. Шестой навык, который я приобрела, и хочу передать его вам, и он тоже очень важный, как я считаю. Обязательно научитесь и умейте управлять своим умом. Что сюда входит? Самоконтроль, влияние на других, видение перспективы и приоритеты. Понимаете, почему это важно? Потому что, если вы не научитесь контролировать себя, то вы можете разрушить вашу команду. Вы должны отгонять от себя и от ваших партнеров негатив, истерику, плохое настроение. Все, что мешает вашему бизнесу, все, что мешает успешному развитию вашей команды, ваших отношений в команде. Потому что это очень плохо влияет на всех. И опять идет по цепной реакции. И может разрушить ваши структуры, ваши команды, отношения между людьми. И, конечно, ваша вся работа может рассыпаться, как карточный домик. Поэтому самоконтроль обязательно. И также очень важно влияние на других. Вы должны уметь влиять на других. Мы когда были в Лас-Вегасе на последнем тренинге Эрика Ворре на GoPro, красной нитью пробежала буквально у многих такая мысль, такая фраза, как инфлюенсер. То есть сейчас это очень стало популярно в MLM бизнесе быть инфлюенсером. Что значит инфлюенсер? Инфлюенсер – это значит уметь влиять на других людей. Для бизнеса это самое важное качество, я считаю. Вы должны научиться уметь влиять на других людей, так, чтобы они думали так, как вы хотите. И тогда они будут делать то, что вы хотите, и вы будете добиваться потрясающих результатов. Но это всё начинается с управления над вашим личным умом. Запомните такое золотое правило. Обладать другими – это сила, но обладать собой – это мудрость и власть. И, конечно, вы должны уметь видеть перспективу вашего бизнеса. Не думать только о сегодняшнем дне, но строить и планы, что вы будете делать завтра, через месяц, через год. Учитывая то, что наш бизнес постоянный, чем больше целей вы будете ставить, тем лучше и быстрее вы придёте к вашему результату. Уметь видеть перспективу – это тоже важно. Если вы ещё не понимаете, как её видеть, то чем больше вы будете углубляться во всё, что происходит у нас в компании и у нас в команде, вы всё больше, чётче будете понимать и вашу перспективу, и куда вы ведёте ваших людей. Ну и, конечно, важно это расставлять приоритеты. Что и когда для вас можно делать, что нельзя, что более важно, что можно передвинуть на потом. Это тоже очень помогает в том, чтобы правильно управлять своим умом и своим временем. Ну и последний навык, к которому мы пришли, и самый мой любимый, и то, что больше всего мне помогло в этом бизнесе и вам поможет – это делайте всё с любовью. Любите то, что вы делаете, но не верьте в то, что если вы просто будете любить, то вы добьётесь результатов. Многие так говорят, полюби свой бизнес и у тебя всё получится супер. Я скажу, что это не так, не совсем так. Недостаточно просто любить. Нужно сначала полностью погрузиться в этот бизнес. То есть вы не можете сразу с первого взгляда влюбиться. Да, я влюбилась с первого взгляда в Винкрузес, но я была уже готова для него. Я была готова своей жизнью, своим опытом, теми работами, на которых я работала. И учительская деятельность, и яхтенный туризм, в котором я работала в Греции много лет. И то, что я путешествовала на яхтах в различных круизах. Поэтому увидела, насколько прекрасно быть в круизах. То, что я люблю море. То, что я пришла работать в интернет и много работала, и поняла много лет. И поняла, что самое ценное это бизнес в интернете, потому что именно он даёт пассивный доход и финансовую свободу, и возможность в минимальные сроки получить максимальный результат. Поэтому я, конечно, влюбилась в Винкрузес сразу, но это редко кто будет сразу влюблён в него с первого взгляда. Поэтому вы сначала присмотритесь, вы сначала изучите, вы вникнете, вы не отбрасываете информацию. Когда вы полностью погрузитесь и увидите все эти преимущества, если ещё побываете в круизе, то тогда вы точно влюбитесь в вашу работу, в ваш бизнес. И вам будет делать легко его, если вы будете делать с любовью. Ну и, конечно, приверженность. Здесь тоже очень важно быть приверженным вашему делу, быть приверженным компании, которая вам дала эту возможность, быть приверженным нашему президенту, который для нас всё это создал и учит нас, как добиваться красивой жизни, как менять свою жизнь, как менять жизни других людей. Это, конечно, тоже важно, быть честным, с самим собой, быть честным с вашими партнёрами, быть честным перед компанией, делать то, что она вас просит и как она вас просит, и также учить других. Приверженность. И не бегать от компании к компании, не предавать нашу компанию, не предавать ваших партнёров. Это всё приверженность. Это важный фактор, чтобы помочь вам любить то, что вы делаете. И, конечно, самое главное, из всего главного, это ваша личная история. В последнее время очень много всего меняется в интернете, но больше всего сейчас работает именно личная история у каждого. Какая бы у вас она ни была, начинайте и говорите. Рассказывайте людям личную историю ваших результатов, ваших достижений, ваших ошибок, ваших каких-то, может быть, недочётов. Всё равно, неважно, это всё равно людям нравится. Люди видят в вас такого же человека, как и он сам. И что это им помогает понять, что если вы не какой-то идол, вы простой смертный, который сумели, несмотря на то, что были преграды, трудности, несмотря на то, что вы меняли много в своей жизни, как я меняла, несмотря на то, что вы шли на риски и брали на себя ответственность, у вас получилось и вы добились результата. Или что вы не сразу добились результата. Это тоже многим людям нравится. Почему? Потому что и у них не получается сразу, и они падают в отчаянии. Но когда они видят, что лидер, который когда-то не мог, не получалось, и он, в конце концов, всё равно добился результата, значит, и у них всё равно получится. И они не теряют надежду, и вы их вдохновляете. Поэтому личная история это самое большое, что вызывает доверие у людей, и они будут идти за вами. Используйте обязательно. И, конечно, это развивает и ваш личный бренд, и повышает ваш рейтинг в том бизнесе, в котором вы делаете, в тех шагах, которые вы делаете, и вы становитесь мастером. И с вас берут пример и хотят идти дальше по вашим следам. Ну и последнее, конечно, делайте всё с любовью и благодарите. Благодарите всех и всё за то, что вы имеете. Благодарите нашу компанию Майкла Хальчсона за эту возможность потрясающую. Благодарите ваших партнёров, что они помогают вам строить бизнес. Благодарите ваших членов клуба, что они дают вам финансовую свободу, постоянный пассивный доход. Благодарите за то, что у вас есть круизы. Благодарите вашу семью, что вам помогает или не мешает вам делать бизнес. Благодарите самого себя, что вы сюда пришли и решили изменить свою жизнь к лучшему. И я вас также от души благодарю за то, что вы с нами, за то, что вы есть у меня, за то, что вы берёте пример из меня, также за то, что мы все вместе добиваемся очень эффективных и красивых результатов, которые просто как волна бегут по всему миру, передаются из уст в уста и приводят сюда к нам новых позитивных и сильных. Спасибо вам за всё. Желаю вам, чтобы эти навыки вам помогли построить успешный бизнес в нашей группе Incruzis. И до новых встреч.